Рад всех видеть здесь в Харькове. Хочу сказать от своего лица, пока Коля включает презентацию, от своего лица и от киевского Джак, что я очень рад всех вас видеть здесь и все, кто сюда пришел, они явно заинтересованы в своем развитии и в том, чтобы узнать что-то новое. Так что мы постараемся оправдать. Да, я пару слов буквально скажу, как родился этот доклад. Все наверняка были или видели когда-то доклады про Java пазлеры, где вам показывают какую-то странную штуку, потом рассказывают, что на самом деле вам не стоило так писать, но работать будет вот так. И мы подумали, мы очень много встречаем таких псевдо пазлеров, которые не запутанные, а которые просто неправильно используют фичи Java 8. И мы подумали, почему бы не сегрегировать эту информацию и почему бы не попробовать составить такой набор антипаттернов, которые потом можно было бы пополнять и таким образом, вместо того, чтобы людям загадывать загадки, попробовать их просвещать и показывать им, как не надо писать на Java, как не надо юзать фичи Java 8 и таким образом сделать какое-то доброе дело. Вот именно эту работу мы и провели. Давайте быстренько представимся. Начнем с Олега. Да, ну то есть я работаю лид-софтвер инженером в компании PAM. Также вы меня, скорее всего, многие из вас знают как спикера на многих конференциях. Также я участвую в различных всевозможных activity event, engineering event в Украине и не только в Украине. И в рамках киевского Juke вы делали GSR? Да, было дело. Не будем съедать наше время. Что достаточно важно. А мы начали рано, поэтому все хорошо. Я на закрытии конференции. Отлично. Меня зовут Николай Леменков, у меня есть Twitter XP Injection. Если вы интересуетесь чем-то связанным с IT, то и у вас есть Twitter, то присоединяйтесь. Я достаточно долго работаю с Java, более 12 лет. Я работал Java техническим лидом и delivery менеджером. На текущий момент я senior delivery manager в компании IPAM, которая является генеральным спонсором данной конференции. По совместительству я основатель и тренер тренингового центра XP Injection, от которого мы проводим очень много мероприятий. И на самом деле, когда-то, 6 лет назад, в Украине не было ничего из мероприятий. И мы зародили замечательную традицию. Мы начали проводить большие конференции, одна из которых, наверняка, всем из Java знакома. Это конференция JEE Conf. И на текущий момент, вот, наверное, благодаря тому началу, которое мы положили 6 лет назад, на текущий момент мы имеем вот такие локальные ивенты замечательные, где люди, которые не в силах приехать в Киев, где проводятся именно большие мероприятия, могут прийти на локальные ивенты и узнать что-то новое. Вот. Если вы интересуетесь, опять же, Java или еще чем-то, вы можете зайти на любой сайт любого мероприятия и увидеть все видео, записанное в отличном качестве, в открытом доступе. Поэтому обязательно заходите, смотрите, и я думаю, что вы найдете отличный источник знаний. Вот. Мы оба работаем в EPUM. И EPUM ищет таланты, на самом деле. И если вы талантливый инженер, если вы хорошо пишете на Java, хорошо знаете Java, приходите к нам. Я думаю, что мы вам найдем хорошую работу. Давайте буквально пару слов о том, что мы будем показывать. То, что мы будем показывать, базируется на нашем персональном опыте. Если ваш персональный опыт не совпадает с этим, мы будем очень рады подискуссировать с вами после доклада. Приходите, показывайте свои примеры, высылайте нам свои примеры, делайте пул-реквесты в открытой репозитории. Мы будем очень и очень рады. Да. Здесь я хочу еще добавить как бы два слова о том, что на самом деле многие из наших примеров взяты из реального кода. То есть это, как Коля сказал, наш опыт как ревьюеров множества кода, которые пишут реальные люди, реальные девелоперы. И поэтому, мне кажется, это будет актуально для многих из вас, либо для ваших коллег в ваших командах. Ну и мы все знаем, что Java это, казалось бы, очень простой язык. И, казалось бы, все концепции в Java достаточно простые, но, к сожалению, огромное количество людей пишет на Java не очень хорошо. И вы сами наверняка встречали и вашего авторства примеры, которые написаны не очень хорошо, и ваших коллег. Почему так случается? Сложно сказать. Ну, есть много причин. Много причин. Это не наша задача их разбирать. Вот. Мы построили, во-первых, есть код сэмплы, которые полностью в открытом доступе. Вы можете их посмотреть сейчас, после нашего доклада, когда угодно. Если у вас есть что-то, что вы хотели бы туда добавить, мы очень и очень приветствуем пул реквесты. На самом деле, я за все время получил один пул реквест. Вот. Поэтому, если вы хотите отличиться и быть в тройке пул реквестеров, то вы, в принципе, в тройке коммиттеров, то вы можете сделать это, и вы будете уверены в тройке. Люди стесняются, понимаешь, Коля? Возможно. Особенно в твоей репозитории. Все открыто. Все там. Мы постепенно улучшаем, добавляем какие-то новые примеры, причем во все репозитории, которые есть. Но было бы очень здорово, чтобы тоже туда что-то комминтировать. Можете форматирование там поменять. Да. Или комментарий красивый дописать. Вот. Давайте начнем с optional. Кто знает, что такое optional? Поднимите руку. А почему не все поднимают руку? Кто-то не знает, что такое optional? Те, кто не знают, те могут пока что отдохнуть, подождать следующей секции. На самом деле будет очень много полезного, где они этот optional смогут применить на практике. Все устали бороться с NAL. NAL считается одной из самых неправильных изобретений в языках программирования. И много людей говорят о том, что, блин, лучше бы его никогда не было, но от него уже никуда не избавиться, поэтому мы как-то с ним живем. Optional это одна из попыток, скажем так, сделать так, чтобы этот NAL беспокоил немножечко меньше. И в Java он появился в Java 8 и с помощью него стало возможно сделать многие интересные вещи. Ну вот давайте, что говорить об этом optional? Давайте к коду. Еще один буквально момент, что парадоксально, то есть почему мы поставили optional первым, что optional на данный момент с optional в глобальном комьюнити больше всего идет спора о том, как же правильно его использовать или как же неправильно его использовать. То есть это на данный момент наиболее такой спорный топик, даже более спорный, чем использование стримов или лям. Поэтому мы решили с него начать. Поехали, давайте к коду. Где наш код? Код наш вот здесь. И начнем мы с очень простенького примера. Вот такой вот есть у нас пример. Олег? Да. То есть первый пример довольно простой на самом деле. Представьте ситуацию, что у нас есть юзер и нам нужно получить юзернейм. Но проблема в том, что как юзер, так и юзернейм могут быть now. И поэтому до Java 8 очень многие видели вот такой вот код не сильно красивый. С тренарным оператором, когда мы делаем проверку сначала на null-юзера, потом на null-name, потом говорим, если все хорошо, то возвращаем name, иначе возвращаем defile. С приходом восьмой Java многие, к сожалению, стали писать вот такой код чуть-чуть ниже. Да, то есть начали писать of nullable user is present, если present, то of nullable user get name is present, если present, то возвращается name. Ну, иначе как бы возвращается… Смотри, какой amazing tool я тебе принес. Иначе возвращается defile, да. Но я думаю, как бы многим из вас не сильно понравится такой код, вложенный if и так далее. То есть как это лучше можно сделать и как это более правильно сделать. То есть используйте существующие методы на optional и используйте message chain на optional, так как здесь. То есть у нас есть nullable user. Мы делаем map get name or else default. Причем, как вы видите в этом примере, оно и просто выглядит, и читабельно, и намного более как бы concise, можно сказать. Ну, и что можно здесь добавить, это то, что здесь понятно, что мы делаем. То есть мы говорим, что юзер может быть null, и этим самым мы говорим of nullable. Дальше мы маппим то, что мы получили на внутренность, это на get user, и дальше говорим на get name, и дальше мы о else. То есть все стало очень и очень хорошо. Да, и самое главное, это отработает правильно в обоих случаях, и когда user null, и когда name null. То есть такая конструкция отработает правильно и вернет вам дефолт, если либо то, либо то null. Поехали к следующему примеру. Следующий пример вот такой. У нас, кстати, вот по коду мы быстренько скажем, вот если оно помечено аннотацией ugly, это значит, что оно работает, но не очень как бы красиво. Если оно помечено аннотацией bad, это обозначает, что оно как бы не работает. Ну, и если оно помечено аннотацией good, то это значит, что оно лучше. Оно не идеально возможно, но оно лучше. Давайте посмотрим на такую конструкцию. Вот, предположим, у вас более такая strict логика. Вы делаете поиск юзера по айдишнику, после этого у вас получается optional user, понятное дело, потому что его могло не быть в базе данных. И ваша логика заключается в следующем. Если он присутствует, то вы в этом случае берете и возвращаете его имя. Если он не присутствует, то это проблема, правильно? Юзер хочет залогиниться, а его нет в базе. Это значит, вам нужно бросить exception. Ну, и вот такой код выглядит очень логично, да? Кто-то видит проблемы с таким кодом? Ну, проблем на самом деле нет, но выглядит он не очень хорошо с точки зрения того, как используется optional. Потому что на optional за вас уже все сделали. Есть замечательный метод, который говорит or else row. И тогда, получается, вы прямо так и пишете. Логика прослеживается очень четко. Вы говорите, найди мне пользователя по id. Если не нашел, то брось exception, а иначе верни его name. Видите, получается, chain, invocation, все очень стройно. В данном случае вы используете лямбду для того, чтобы вот тут вот создать ваш exception. И все очень стройненько и красиво. И нету вот этого самого if, который влияет на комплексити вашего кода. И все классненько. Идем дальше. Насчет вопросов, ребят, давайте в конце. Да, вопросы в конце. У нас много примеров, и мы не знаем, успеем ли мы показать все. Но хочется показать как можно больше. Это любимый пример Олега. Да, мы даже выкинули один из кусков этого примера, потому что Коля сказал, что он нереальный. Но, собственно, это показывает то, что в Java 8 можно одну и ту же задачу решить кучей разных способов. И нужно всегда стараться ее решить как можно красивее и правильнее. То есть вот задача звучит так. Коль, можешь промотать вниз, чтобы мы показали быстро доменную модель? А я ее вот так покажу, смотри. А, давай. То есть у нас, по сути, есть персон, у которого есть optional car. Потом у нас есть car, у которого есть optional insurance. И у insurance есть name. И, собственно, нам нужно достать имя страховки для определенного человека, для определенного персона. То есть простая задача вроде как, да? То есть теперь с использованием optional кто-то может написать вот такой же похожий код, как я уже показывал. Of nullable person is present. Get car is present. Get car get get insurance is present. И в итоге вернуть, собственно, имя страховки, если все не null. Ну, иначе там вернуть unknown, к примеру. Ну, опять-таки, этот код, понятно, что выглядит ужасно, если честно. Кому-то нравится? Да, кому-то нравится сзади, смотрите. Ну, тем не менее, такой код пишет, поэтому явно кому-то нравится. Вот. То есть ниже пример, если честно, мне еще меньше нравится. То есть он для меня еще более ugly. То есть тем, что здесь уже человек использует if present. Не if present, а if present. Причем, я должен вам сказать, if present почему-то люди очень обожают использовать. Он более лямбда-ориент. Вот, сто процентов. То есть как бы лямбда это круто, стримы это круто, и поэтому многие на каждом шагу используют if present. То есть здесь по сути то же самое. На самом деле это тот же plain old if. То есть мы говорим if present person, достаем car, говорим if present car, достаем insurance, говорим if present. Но здесь есть хак. Да, 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 я сейчас скажу. То есть именно в том плане, что, как вы знаете, из лямбды мы не можем как бы мутировать состояние внешнего контекста. И мы не можем переприсваивать переменную во внешнем контексте. Соответственно, для того, чтобы вернуть getName, нам приходится еще использовать такой dirty hack. То есть мы вводим string builder, чисто как контейнер, холдер нашего нейма. И потом в него внутри лямбды, в самой внутренней лямбде засовываем result. И потом в конце его как бы достаем из билдера. То есть никогда этого не делайте. То есть это явно dirty hack. Поехали дальше. Вот этот пример уже как бы выглядит… Ну, опять-таки, это все одинаковые. Код делает одно и то же. Заметьте, красивый, но аннотация bad, поэтому сильно не думаем. Аннотация bad. Кто знает почему? Да. А что с этим примером не работает? Да, 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 да. Все правильно. То есть здесь уже он выглядит более красиво, потому что уже человек как бы использует метод map. Но единственное, что есть проблема с optional, потому что у нас получаются вложенные optional, optional и optional. И поэтому для того, чтобы просто как бы это побороть, то есть человек использует… Коль, чуть-чуть выше. Человек использует get. Но на самом деле вот этот get, он может легко бросить no pointer exception, потому что в этом коде нет никакой проверки на null. И нет никакой гарантии, что здесь не будет null и здесь не будет null. И поэтому этот пример он bad. То есть это реально как бы некорректный код. Для того, чтобы это пофиксать, понятно, что как бы умные девелоперы могут предложить вот такой solution. Могут предложить workaround or else new car. То есть если у нас null, тогда мы вместо null подсовываем как бы пустой кар. Пустой exemplar кара только для того, чтобы можно было вызвать insurance. И для того, чтобы в итоге это получился либо нормальный insurance, либо null. То есть вот такой как бы показатель ума. Не спрашивайте меня, какой пример я убрал. Олег продолжал до бесконечности генерить вот такие примеры. И вот на каком-то моменте я сказал, нет, Олег, такого человека не напишет. Давайте к хорошему перейдем. Да, ну и собственно вот в принципе вот это хороший пример того, как нужно использовать опять-таки chain операции на optional, когда у вас есть off-person и вы используете операцию flat map. Да, вы не слышались, то есть в optional тоже есть flat map. То есть мало кто знает, но тем не менее это полезно как раз в тех случаях, когда у нас есть optional optional, и нам нужно развернуть его просто в optional. И поэтому мы как бы здесь просто получаем personal, здесь получаем optional car, здесь получаем optional insurance, здесь достаем name or else unknown, если чего-то нет. Согласись, красиво получилось. Мне, по крайней мере, очень нравится. Так, переходим к следующему примеру. И вот он. Optional for collections. Да, optional for collections, по сути, здесь можно сказать одним или двумя словами то, что просто не используйте optional с коллекшнами. Почему? Потому что, как говорил Брайан Гоиц, то есть что optional вообще почему придуманы в Java 8? Для того, чтобы заменить понятие отсутствия результата. Но когда вы работаете с коллекцией, по сути, пустая коллекция – это и есть отсутствие результата. Поэтому, по сути, когда вы заворачиваете collection в optional, вы только себе добавляете головной боли. Вот смотрите, например, у нас метод получить юзера пароли. И мы возвращаем optional list. И тогда в клиентском коде, где мы хотим использовать вот этих юзеров optional list, нам нужно сначала проверить, что optional не пустой, и потом проверить, что внутри лист не пустой. И только тогда достать первого юзера. Понятно, да? Мне особенно нравится вот это – get, get. Да. Это очень красноречивый корж. Да, 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 да. То есть с optional очень часто. И это часто bad smell, если у вас есть get напрямую вызывается. То есть если бы вы просто использовали plain old collection, и в случае отсутствия результата возвращали пустую коллекцию, то вы бы могли просто сделать это все одним стримом, одной как бы операцией, одним чейнингом операций. То есть вы бы сказали, здесь мы получаем коллекцию, получаем на ней стрим. Даже если коллекция пустая, мы бросим exception. Если там есть какой-то элемент, мы достаем первый элемент в коллекции. И опять же вот обращу ваше внимание на вот этот метод or else row. Это очень хорошо, когда вы используете подобного рода методы, потому что они тогда описывают вашу логику более красиво. То есть вы говорите, найди мне юзеров по ролям, возьми оттуда стрим, найди первого юзера, а если не нашел, то брось вот такой exception. И понятно логика, которую вы хотели вложить. Нету каких-то if, get, getов там и так далее. Потому что это совершенно не описывает вашу логику. Сто процентов. Ну и показатель того, что вы правильно используете стримы и optional, это если ваше выражение представляет собой по сути одну строчку. То есть это одно single expression. Так как в этом случае, так как в других случаях. Если у вас уже идут какие-то if, там как бы mix императивного кода, это уже показатель, это bad smell. У нас будет следующий пример. Поехали дальше. Следующий пример на использование optional в конструкторе. Многие думают, ну, optional такая замечательная штука. И у нас, вот, например, я быстренько доменную модель покажу. Вот у нас есть email, у email есть subject, у email есть body. И кто-то говорит, attachment может быть, а может не быть. Ну, вполне логично. И кто-то говорит, так это же здорово, мы сейчас так явно пропишем это в конструкторе, что attachment может как присутствовать, так и не присутствовать. И делают вот такую штуку, optional attachment. И с одной стороны, и это мы сейчас рассматриваем пример, когда у меня всего лишь один такой параметр. А представьте, у меня там три таких optional параметра. И смотрите, во что превращается тогда создание этого объекта. Понятное дело, что если у нас вот есть attachment, вот этот with attachment, то тут все хорошо. Видите? Но все равно, вместо того, чтобы передать просто attachment, я пишу вот так, optional of attachment. И вот это становится очень каким-то странным boilerplate кодом. То есть непонятно, у меня есть attachment, я точно знаю, что он есть. Я должен его еще во что-то оборачивать. И понятно, что кто-то может сказать, что static import здесь поможет, но оно все равно останется ugly. Оно станет еще более непонятно, потому что такое off. Ну да. Ну то есть ты такой смотришь, читаешь, new email, строка, строка, off. What the fuck. И когда у тебя нет attachment, то ты вынужден писать вот такую конструкцию, что выглядит тоже достаточно странно, потому что у тебя ничего нет, но ты вынужден вот такую конструкцию писать. И представься, если несколько таких параметров, то ты вот так вот начинаешь optional, empty, optional, empty, optional, empty. Это мега странно. И поэтому более рекомендуемый подход это использовать несколько перекрывающих друг друг конструкторов. То есть в данном случае у нас есть вот такой конструктор, который принимает два параметра, и он явно говорит, что email может быть сконструирован без attachment. И есть конструктор с attachment. Ну и соответственно один вызывает из другого, явно указывая, что тогда в этом случае будет null. Вот такой вот пример. Следующий пример, он несколько связан вот с этим примером, но пропагандирует обратную ситуацию. Давайте посмотрим, когда такое используется. Он называется internal optional usage. Давайте представим, что у нас есть какой-то класс, и у него есть dependency. Dependency в данном случае, например, на принтер. Вот такой вот принтер. И когда мы знаем, что принтер может как присутствовать, так и отсутствовать, то мы иногда пишем вот такую странную логику. То есть когда мы процессим юзера, здесь выполняется какой-то код, и в конце мы говорим, что если кто-то задал принтер, то мы возьмем и дополнительно этого юзера распечатаем. Такая вот логика. Получается, что когда человек не видит вот этого, представьте, вот это скрыто, и смотрит на принтер, то он на самом деле не понимает, принтер обязательный или необязательный. Ничего нам в коде не говорит о том, принтер этот должен быть всегда присутствовать или не должен. И это плохо, потому что кто вот это не вспомнит и не поставит вот этот неравно null, то он получит null pointer, что не здорово. А забыть это можно очень просто, потому что вы не автор этого кода, и пришли в чужой код и получили вот такую проблему. Ну и, соответственно, есть сеттер для того, чтобы этот принтер перекрывать. Гораздо лучше в данном случае выглядит вот такая конструкция, когда вы говорите optional printer, чем явно декларируете то, что он его может и не быть. И при этом говорите, что сразу для того, чтобы никогда не получать на нем null, мы его задекларируем с помощью empty. То есть мы говорим, сейчас никого нет. В сеттере в этом случае вы используете вот такую конструкцию, optional of nullable, потому что вы понимаете, что вам извне кто-то может тоже вызвать сеттер с nullом на самом деле, потому что он тоже мог у тебя иметь это как dependency, оно тоже не установлено, и он вам null туда запропагейт. И тогда смотрите, как выглядит лаконичный метод процесс. В процессе вы просто говорите, и в present туда распечатай. И у вас нет шанса ошибиться, у вас нет возможности выйти на null pointer, у вас нет возможности сделать что-то не так. Тут с одной стороны в нас могли полететь как бы помидоры и шапки, с тем, что многие как бы начитали, что поля в классах плохо объявлять как optional, но тут главный прикол этого конкретного кейза в том, что вот эта dependency на принтер, она является исключительно internal. То есть если у вас есть internal dependency, который используется только внутри вот этого, скажем, какого-то вашего класса, тогда это в принципе ок использования, как только что объяснил Коля. То есть нет проблем ни с геттерами, ни с сериализацией, ни с еще чем-то. Это сугубо ваше внутрее dependency, и мало этого, этот класс не представляет из себя никакого состояния. Это класс, который выполняет какую-то логику. В этом случае это совершенно приемлемый и даже хороший подход. Давайте пойдем дальше. Вернемся к презентации. Давайте сделаем парочку выводов. Я начну с первых двух. Во-первых, если вы заворачиваете что-то в optional, то всегда задумайтесь, что это должен быть достаточно краткосрочный путь этого optional. То есть optional не надо тянуть с самого низа до самого верха и передавать, передавать, передавать его дальше. То есть подумайте, для чего вы его заворачиваете в optional, чтобы где-то развернуть и воспользоваться вот этими всеми дополнительными методами, которые дадут вам дополнительную логику. Следующее это то, что если вы хотите с чем-то начать работать и писать более компактный и красивый код, то подумайте, что возможно optional вам поможет, если вы завернете в optional и на нем уже вызовете вот эти методы. Map, FlatMap, OrElse, OrElseRow и так далее. Это поможет вам писать более компактный и более красивый код. Но тут чисто одна ремарка в том, что действительно если на optional у вас будет чейн каких-то операций там с OrElse, с Map, это абсолютно как бы красиво и понятно. Но не делайте так, чтобы… То есть если вы хотите просто проверить на now обычным там is present или как вы раньше делали не равно now, то возможно в этом случае заворачивание в optional оно как бы излишнее. Потому что вы делаете лишнюю работу. Иногда просто конструкция if не равно now, она более concise, более понятная. Сто процентов. Вот. Ну и два последних вывода. Это то, что, ну как Коля уже сказал, используйте по максимуму чейн операции на optional, так же как и на стримах. И то, что я только что сказал, что аккуратно думайте над тем, стоит ли вообще заворачивать какую-то переменную в optional или нет. Смотря в том, как вы будете его использовать дальше. Поехали дальше. Следующий, это был самый простой, скажем так, блок. Следующий блок будет посвящен лямбдам. Он опять же будет несложным. Лямбда это самая, наверное, ожидаемая фича среди обычных девелоперов в Java 8, потому что это позволило передавать и ссылки на методы, и приведение функциональных интерфейсов, много-много всего другого. Хотя лямбды были изначально созданы не для этого, но тем не менее. Вот. Фича, которая позволила писать более красивый код. И давайте посмотрим, получилось ли у нас писать более красивый код. Так. Идем в первый пример. Лямбды. Optionalist вернем. Трах тебе дох. И наш первый пример. Да, то есть первый пример показывает наиболее такой распространенный misused case, да, тогда, когда использование длинных лямб. То есть реально старайтесь избегать использования длинных лямб внутри стрим-операций. То есть вот у вас есть, у вас, например, вам нужно сконвертить список юзеров в список юзер-детек, к примеру, да. Вы получаете стрим на юзерах и говорите map, и здесь вы конвертите юзера в юзер-детек. Причем здесь в реальности может быть как бы еще сотня строк. И причем я видел такой код, да. Когда сама конвертация, то есть которая состоит из 50 строк, она всунута внутрь стрима. Тогда теряется как бы смысл и понятность самого стрима, самих как бы стрим-операций. То есть намного лучше вот тот кусок кода по трансформации юзера в юзер-детек завернуть в отдельный метод, который четко говорит convert to DTO. Он делает конвертацию. Потом вы можете объявить даже свою функцию. Собственно функция конвертации юзера в юзер-детек присвоить ей method reference на метод convert to DTO. И потом смотрите, основной ваш код, там где у вас операция на стриме, выглядит очень маленьким и понятным. То есть вы берете юзер-стрим, map to DTO, collect to list. То есть абсолютно понятно, что вы делаете. То есть когда у вас, Коль, вернись наверх буквально на секунду. То есть когда у вас есть куча такого кода, полотно кода внутри одного стрима, абсолютно непонятно, что вы там пытаетесь делать. И я бы сказал, что мы здесь продемонстрировали сразу две возможности. Во-первых, мы продемонстрировали приведение метод reference к функциональному интерфейсу. То есть вы можете вот так вот объявить себе некого рода переиспользуемую функцию, которую дальше вы можете в нескольких местах применить. Потому что, возможно, конвертация в DTO, она нужна в пяти местах, возможно, даже в нескольких классах. А второе, это то, что вы можете реально очень сильно облегчить саму логику. Это то, о чем сказал Олег. Поехали дальше. Следующий наш пример, он очень похож на этот пример, только немножечко другой. И суть его заключается в следующем. Вроде как не длинный код. Давайте подумаем. Вот есть юзеры, у него есть роли, у него есть пермишены, и мы хотим найти тех эдиторов среди таких юзеров. То есть мы хотим узнать, у кого есть edit permission, ну и вот таким вот образом. Смотрите, как интересно. Мы говорим, получи стрим, профильтруй пользователей, у них возьми роли, открой стрим и найди любой матч по пермишенам, которые контейнс что-то. Вы слабо понимаете на самом деле, особенно представьте, еще внутри открывается, еще стрим, еще стрим, и получается у вас вроде как не длинный код. Ну, то есть не так, как там, где мы могли иметь там 20, 30, 40 строчек. Но внутренняя complexity не позволяет вам понять, где какие операции. И что еще неприятнее, это то, что вот тут используется еще более-менее форматирование, хотя я специально не делал его perfect. И когда вот, например, кто-то напишет вот так, то вы уже не знаете, на каком на самом деле стриме вы вызываете any match. И это может привести к реально большому мыслительному процессу, чтобы понять, чего там делается. Вот так не пишите ни в коем случае. Вот, вместо этого что мы можем сделать? Смотрите, какой компактный код. Мы пишем user stream filter has permission edit collect to set. То есть я таким образом высказал высокоуровневую логику, которую я хочу осуществить. То есть я хочу осуществить фильтрацию пользователей, которые имеют permission edit, и после этого собрать их в set. Ну, вот моя высокоуровневая логика. Теперь, если я посмотрю, у меня есть две возможности. Вот тут видите за комментарий на возможность. Я могу послать ссылочку на method reference, но у меня здесь есть проблема, потому что, когда я посылаю method reference, то я не могу передать параметры. И в данном случае я не могу сделать мой метод гибким, чтобы он принимал какую-то определенную роль. Я же хочу его использовать, нет смысла писать для каждой роли свой. Поэтому я написал вот такой вот, видите, предикейт, где я говорю, что has permission, принимает вот так вот неявно юзера, потому что возвращается предикат, и говорит, вот возвращает вот такую лямбду, которая говорит, возьми роли, полностью copy-paste оттуда. И у меня есть вот такой сокращенный вариант, has permission, который вызывает этот метод, видите. Но так как это предикат, то он на нем потом вызывает метод test с каким-то конкретным юзером. Вы можете использовать либо так, либо так, но код становится гораздо более компактным, комплексити уменьшается, и благодаря этому как бы все становится гораздо-гораздо лучше. Поехали дальше. Еще один любимый пример Олега, кстати. Этот или следующий? Вот этот. А, вот этот. Про итерацию по мапам. Ну, это на самом деле на фоне других довольно простой пример. То есть тут главный прикол этого примера в том, что представьте, вам нужно просто трансформировать одну мапу, например, мапу юзера по идишникам в мапу юзернеймов по идишникам. То есть простая задача, но что хотел я показать этим примером, то что многие люди, как только видят мап, и если есть задача проитерироваться по мапе, сразу же автоматом вызывают entry set. То есть это практически как автоматический рефлекс. То есть мы вызываем сразу entry set, потом for each для каждого юзера в этой мапе. Мы, собственно, достаем get key, get value и засовываем в новую мапу. Но немногие знают, и это опять-таки призыв того, чтобы вы изучали библиотеку, изучали те методы и возможности, которые есть в библиотеке. То, что на мапе появился уже метод for each. То есть уже на самой мапе есть метод for each, который позволяет итерацию по key value ps, по таплам key value. И вы можете, смотрите, то есть ваш код становится более таким коротким и понятным. То есть вы уже итерируетесь по парам key value и делаете то, что вы хотели с вашими ключами и значениями. То есть довольно простой пример, но тем не менее он заостряет внимание на то, чтобы использовать по максимуму те методы в коллекциях, и те методы вообще в жалобиблиотеке, которые уже есть. Поехали дальше. Следующий наш пример касается сортировки. Он тоже достаточно простой и тоже на использование именно методов коллекции, которые существуют. Вот, например, кому-то необходимо сортировать список юзеров. Что он делает? Он находит, что на юзерсе есть метод sort. Sort принимает вот таким вот образом одного юзера второго. И он говорит, отлично, давайте возьмем long и закомперим их по айтишнику. И благодаря этому мы получим сортировку. Вот таким вот образом вызывается вот эта штука. Вот. Можно сделать гораздо проще, потому что уже написано достаточно много, и если вы возьмете не только JDK, а возьмете еще и внешние библиотеки, то уже написано очень много и коллекторов, и кого только можно, и предикатов, и функций, и всего-всего-всего, чтобы вы не писали это руками. И в данном случае мы можем воспользоваться замечательной штукой, как comparing, которая принимает компаратор, и в данном случае этот компаратор будет просто принимать вот method reference для того, чтобы осуществлять native comparison. Вот, comparison. И в данном случае мы говорим просто передай туда method reference вот user get ID, и осуществится натуральное сравнение их и натуральная сортировка. И смотрите, нету вот этой длинной лямбды, нету понимания, что мы еще вот тут должны не забыть long compare, а не писать свой код. Здесь просто говорится о том, что очень лаконично. User sort comparing get ID. Все очень четко и лаконично, но для этого надо понимать, какие методы существуют в самих коллекциях, и мало этого, какие уже написанные в библиотеках и в JDK есть вспомогательные классы, которые позволяют это все существенно сократить. Так, наш следующий пример, вот он. То есть это немножко другой пример, это больше про класс дизайн, то есть если вы дизайните свое какой-то API, там создаете интерфейсы, вы хотите использовать functional интерфейсы внутри них, то избегайте неоднозначности в миксе различных functional интерфейсов. Например, представьте, у вас есть ambitio service, у которого два перегруженных метода процесс, один, который принимает функцию, другой unary оператор. И если представить использование этого интерфейса, и когда вы говорите, например, service process, там, string to uppercase, то на самом деле не ясно, ну так с первого взгляда, какой реально метод планировал вызвать автор вот этого кода, потому что на самом деле оба этих метода по сигнатуре подходят для того, чтобы быть вызван. Идея только подсказывает. Идея один из них показывает сереньким, и говорит, он не используется. Идея так же, как и компилятор знают, но тем не менее в плане readability и в плане именно вот confusion других девелоперов, то есть вы можете абсолютно, ну, как бы законфьюзиться тем, что здесь планировалось вызвать. То есть один из вариантов, это чисто один из вариантов того, как можно убрать эту неоднозначность, это простым именованием. То есть если вы сделаете одну функцию, то есть один метод с названием convert function, другой метод процессу на реоператоре. И тогда, то есть тут уже не будет никакого confusion, если клиент вызывает convert, это значит, что явно вызывается convert. То есть как бы, то есть это общий принцип, то есть старайтесь в вашем коде избегать любых неоднозначностей и делать его predictable. То есть тогда это упрощает, ну, жизнь, как бы и для других девелоперов, и даже для вас самих. Давайте вернемся к нашей презентации и подведем какие-то итоги. То есть, во-первых, вот как с последнего примера начинаю, когда вы используете функциональные интерфейсы, будьте конкретными. Поймите, какой конкретно вам нужен функциональный интерфейс, чтобы описать вашу задачу. Если вы используете функциональные интерфейсы как параметры, будьте очень аккуратны, потому что Java умная, и она может приводить разные интерфейсы к друг дружке, она может приводить метод-референсы к функциональным интерфейсам, поэтому будьте с этим очень внимательны, потому что вы можете вызывать один метод, а на самом деле вызовете совершенно другой. Второе, это самое очевидное, не используйте длинных или сложных лямбда-выражений, потому что длинные или сложные лямбда-выражения лишают вас быстрого понимания, чего хотел автор здесь делать. Но это, наверное, такое же утверждение, как и для обычных методов. То есть не пишите длиннющих методов, в которых ни черта не понятно, что вы должны сделать. В принципе, да, но просто с приходом новых концепций, новых структур и нового синтаксиса в Java многие забывают основные принципы и продолжают писать как бы длинные лямбды и так далее. Да, то есть следующий вывод это в том, чтобы, то есть используете, вот яркий пример, вместо long complex lambda in place вы можете легко использовать метод референсы. Причем метод референсы, они как улучшают readability вашего кода, также и разносят респонсабильность по разным методам или по разным классам, но также вы можете их еще легко оттестировать в изоляции. Ну и, конечно же, не забывайте, что есть куча существующих специфических методов полезных на различных библиотечных классах и используйте их по максимуму для того, чтобы не изобретать велосипед. Вот. И, наконец, самый популярный блок это стримы, потому что стрим API появился в Java 8 и, скажем так, это был тоже прорыв. Первый шаг в сторону чего-то более похожего на функциональные парадигмы, на стриминг, на реальную обработку данных, потому что раньше в Java ничего подобного не было. Java программисты после этого большая часть, скажем так, разуверились в том, что другие языки могут быть круче. Теперь в Java есть и лямбды, и стримы, и все как бы хорошо, и Java forever. Но на стримы у нас, наверное, больше всего примеров и я их могу добавлять, добавлять и добавлять. Потому что, к сожалению, хотя мне кажется, что концепция мега простая, ее очень мало людей понимают правильно. Ну вот давайте посмотрим от простых каких-то примеров более сложными, как люди извращаются над стримами. Вернемся к коду. Так, наш первый пример. Самый простой. Так, тебе дох. Вот, как бы, есть такой вариант кода. То есть, опять-таки, с приходом Java 8, то есть многие стали использовать стримы везде, лямбды везде, потому что это круто. И, соответственно, когда есть вот такая простая задача, например, зарегистрировать юзера, мы что делаем? Мы пишем user stream for each, для каждого юзера, off-nullable user, if present, и делаем какую-то, как бы, операцию. Вот, первым делом, это вот то, про что я говорил, когда вот это на самом деле, это обычный if. То есть, по сути, это просто if. То есть, тут нет у них никакого, ну, как бы, бенефита, по сути, на самом деле, от вот этой конструкции. Но если более широко посмотреть, то на самом деле это все тот же plain old loop with if. Потому что вот это user stream for each, это луп, это обычный старый луп по юзерам. Вот это off-nullable, то, что я уже показывал, это обычный if. Соответственно, хоть здесь и используются новые конструкции, стримы и лямбды, но это все тот же, как бы, императивный код. Можно я прокомментирую? Некоторые для того, чтобы начать писать правильно на Java 8, добавляют в статический анализатор правило, которое говорит о том, что если у вас есть цикл for, то, как бы, вы выкинь warning, и это показывает, что вы, как бы, делаете что-то неправильно. И вот это замечательный способ уйти от настоящего цикла for, но остаться логически в нем. То есть, это ровно тот же цикл for, просто переписанный другими конструкциями. Да, но на самом деле, как бы, это не трушное использование стримов. Более трушное использование стримов. Это когда вы немножко меняете свой mindset и смотрите на проблему под другим углом. Когда вы говорите, по сути, что мне нужно? Мне нужно взять юзеров и отфильтровать тех, которые null. То есть, отфильтровать null и потом для нормальных юзеров, которые остались, вызвать метод register user через method reference. Вот и все. То есть, если вы читаете вот такую конструкцию, опять-таки, вы видите, что это single expression, по сути, просто разнесенный для readability по разным строчкам. Но это single expression. То есть, и здесь абсолютно понятно, что происходит. Окей, поехали к следующему примеру. Там, барабам. Вот и он. Тоже достаточно распространенный, но извращенный пример. Заключается он в следующем. Мы имеем, вот в данном случае мы проверяем permission. И как я уже показывал вам в этой доменной модели, у юзеров есть роли, у ролей есть permission. Ну и давайте посмотрим, какая здесь задача. Мы говорим users for each. Мы бежим по всем юзерам. Мы у юзера берем все роли и говорим for each. Потом у роли берем permission. Здесь мы не говорим for each. Мы чуть-чуть умнее, потому что мы понимаем, что это коллекция. И мы можем у нее спросить contains. И тут случается беда. Беда заключается в том, что я не могу здесь написать return true. Ну, потому что это return в никуда. Вот. И я думаю, 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 думаю. И вспоминаю о том, что причем у меня boolean. Помните, Олег использовал хак со string builder. Вот. В данном случае хак со string builder не очень прокатывает. Хотя тоже можно сделать. Можно. Извращенцы найдут всегда способ это сделать. Вот. Но я вспоминаю, что есть другая штука. atomic boolean, который является, скажем так, mutable boolean. Если вы используете какие-то библиотеки, как guava, как apache commons, то там есть понятие mutable boolean. Вы можете взять его для того, чтобы не подключать какую-то штуку, связанную с concurrency. Вот. Но в данном случае atomic boolean шикарно работает. Я устанавливаю true. И в конце говорю, ну вот get на нем. Ну и отлично. В чем проблема этого? Вот. У этого кода есть не только некрасивость, у него есть еще проблема. Проблема заключается в том, что я здесь в любом случае пробегу по всем ролям, по всем пермиссиям, по всему, чему только можно. Потому что я никогда не возвращаюсь оттуда, даже если уже и надо бы оттуда вернуться. Вот. Потому что этот код всегда будет работать за одинаковое время вне зависимости. Есть там такие юзеры, нет там таких. Ну, нашел он кого-то или не нашел. Вот это как бы проблема. Я, кстати, не думаю, что док ли придумал atomic boolean для такого кейса. Он бы, да. Я представляю ему показать такой кейс использования atomic boolean, но он бы, наверное, не знал. Он бы разочаровался и ушел бы в закат. Вот. Давайте посмотрим, как это делать по-хорошему. Вот мы берем… Заодно и отформатируем. Вот. Берем стрим на юзерах и после этого делаем flat map. Когда мы делаем flat map, то мы как бы разворачиваем коллекцию юзеров в коллекцию ролей. Мы на каждом юзере берем getRolls, берем стрим на нем и получаем такой длинный-длинный стрим ролей. Дальше мы берем фильтр, потому что мы должны отфильтровать только те, у кого есть определенный permission. И после этого мы говорим find any. Find any будет обозначать, что когда будет логически сформирован один большой стрим, мы будем бежать по нему. Как только найден первый элемент, мы на этом и заканчиваем. Ну и, соответственно, если он не найден… И смотрите, еще хитрость. Мы здесь дальше на нем вызываем isPresent, потому что если мы ничего не нашли, то, соответственно, мог быть optional, в котором ничего нет. Поэтому мы говорим isPresent, и он нам возвращает boolean, который нам и был нужен. Что очень замечательно. Вот. Идем дальше. Опять к императивщине. Да, то есть это, опять-таки, похожая концепция, которую мы показывали на примерах с optional. То есть это микс, опять-таки, стрим кода с императивным кодом. То есть, причем это реально взято из реального кода. То есть я-то называю, что люди как бы не додумали. То есть как бы начали использовать стрим, но не додумали. То есть, к примеру, нам здесь нужно проверить, есть ли админ среди юзеров. Но главный момент, вот, то есть сюда можно даже как бы не смотреть, тут ключевой момент вот в этом куске кода, да, что когда мы получаем стрим юзеров, тут мы неожиданно хотим удостовериться, что у нас нету налов. И что мы делаем, мы как бы недолго думая, возможно, нас уже поджимает время и пушит менеджер, мы как бы всовываем вот такую вот страшную как бы конструкцию с ситом. Но на самом деле, если немножко подумать, немножко потратить больше времени, да, Коля? То мы придем, Коля, к хорошему варианту. Но я бы хотел обратить внимание, вот идея подсвечивает, что есть еще один кусок старого императивного. Многие забывают о том, что есть варианты там сделать method reference, причем как на статический, так и на просто method reference на объекте. И поэтому пишут все лямбдами. То есть вот здесь вот мы использовали, видите, method reference, а здесь мы просто вставили лямбду, потому что мы не думали о том, ну, что надо сделать. И в данном случае идея уже умеет говорить о том, что смотрите, can be replaced with method reference. И она подсказывает вам, что можно делать. Сейчас последний, у меня старая-старая версия идеи стоит, ну вот, потому что я уже мало пишу кода. Последняя версия идеи умеет и вот эти конструкции подсказывать вам, что как бы не очень здорово, что вы такую конструкцию завязали, и, наверное, подумаете как-нибудь ее улучшить. Вот, как ее можно улучшить? Да, то есть, смотрите, на самом деле вот этот вот код, да, легко заменяется на method reference, на существующий уже метод required not null в objects классе, который, если Коля его откроет, он, по сути, делает то же самое. Вот, видите? То есть на самом деле как бы уже все есть, просто что нужно чуть-чуть потратить времени, чтобы додумать ваш как бы пример. Не спешите написать лямбду, как бы ее закоммитить в продакшен. То есть подумайте немножко, ну, то есть, как его можно сделать лучше. Всегда задавайте вопрос, can we do better, да? Я вспомнил одну штуку интересную. Это то, что мы просили людей присылать нам примеры. И изначально у меня была мысль о том, что вот я там скажу, этот пример там был прислан там Егором из города там Харькова, например, да. Потом я подумал, что, наверное, это не очень хорошо для Егора. Потому что, возможно, Егор сам написал этот метод и не очень круто будет это выглядеть. Поэтому я вам честно скажу, что несколько, не такой большой объем, потому что у нас люди не очень активны, но некоторые примеры были присланы реальными людьми с реальных проектов, с реального кода. Они были несколько трансформированы в нашу доменную модель для облегчения понимания, но они реалистичны абсолютно, они не надуманные. Мы бы могли тогда, Коля, говорить, что приз за худший код уходит в Харьков, Егор. Ну вот я поэтому решил, что мы не будем называть имен. Вот, идем к следующему. И это снова Олега. Вот, этот пример называется Nesset4Each. Он показывает именно комплексити использования вложенных, стримов вложенных в ForEach. То есть если у нас есть такая задача, да, у нас приходят какие-то бизнес-транзакции, у которых есть, в каждой транзакции есть бизнес-рулы. И мы что делаем? Мы бежим по транзакциям, говорим transaction for each, transaction get rules stream открываем, фильтруем рулы по promotional рулам, и потом говорим еще раз for each. Для каждого рула мы его добавляем во внешнюю коллекцию. То есть в чем проблема этого кода? Ну то есть он реально запутанный, да, он такой мессивый выглядит. И реально если его разложить, то есть это оказывается вложенный for, двойной вложенный for, for each внутри for each. Более того, еще использование внешней коллекции, потому что из for each мы не можем по-другому вернуть как бы результат. И смотрите, как интересно, если у вас маленький монитор, или вы используете крупный шрифт, то смотрите, как это читается для вас. Вы говорите, окей, for each, и потом следующая операция, фильтр. И вы абсолютно не подозреваете, что вот здесь вот в конце кто-то открыл новый стрим. Да, и это фильтр не на транзакциях, а на бизнес-рулах. Мы частично уже про это говорили, когда говорили про сложные лямбды внутри, но здесь это еще больше проявляется, потому что это еще миксуется и с for each. Да. Ну, тут перед тем, как сейчас прокомментирую этот пример, но по сути это вот как бы хороший пример, вы можете просто молча на него посмотреть, да. Но как бы еще про for each, это то, что на самом деле for each это один из таких тоже bad smell. То есть по сути for each хорошо использовать уже для терминальных каких-то действий. Когда мы уже в конце что-то, например, выводим там в консоль или еще что-то. То есть для последних операций, но явно не в середине. For each, на for each, и for each им погоняет. То есть for each скорее остается в стримах для того, чтобы сделать некое действие вот с теми элементами, которые у вас есть. Наподобие, давайте зарегистрируем всех юзеров, которые есть в стриме. Ну, то есть тут как бы вы никак не обойдетесь без for each. Можно извратиться. Извращенцы всегда как бы найдут способ. Можно сделать map и в map тоже там зарегистрировать и даже вернуть там что-то, например, true или false, зарегистрировал или нет. Но это не очень хорошо. То есть for each не под запретом. Это важно понимать. Важно понимать, что вы не должны заменять им обычные циклы без какой-либо нужды. Так, ну тут объяснять, наверное, нечего. Идем дальше. Так, и следующий пример для людей, которые везде хотят юзать стримы. Вот, смотрите. Это абсолютно реальный пример. Абсолютно. Присланный одним анонимом. Нам необходимо сделать набор GPA Properties. И кто-то говорит, ну мы же очень любим стримы. Поэтому давайте сделаем стрим of. И надо как-то пару изобразить. В Java нету native tuples. Мы к tuple еще вернемся потом. И поэтому кто-то вспоминает о том, что ага, но в map есть entry. И на самом деле сейчас в abstract map открыли simple entry. И таким образом он говорит new simple entry. Вот хиберней, шоу, scale true. New simple entry. Дальше тоже с формата scale true. И дальше смотрите, как он классную штуку использует. Он говорит collect to map single entry get key simple entry get value. Ну и на выходе получает map. Amazing? Just amazing на самом деле. Ну, по-хорошему он должен выглядеть вот так. И как бы оно очень олдскульно. Вот оно прям веет олдскульностью. Но оно на порядок более amazing. Вот ты прям смотришь и ты все понимаешь. Потому что тот человек, который вот это писал, он именно явный фанат такой стримов. И вывод, который можно из этого сделать, это то, что реально не надо пихать стримы везде, где, где только можно, задумайтесь о том, что старые нормальные подходы в Java зачастую ничем не плохи. То есть не заменяйте все на стримы. Да, лучше направить свою креативность в более полезную. Вот-вот. Так, идем дальше. И это примерно data structure. Да, вот еще один интересный пример тоже можно сказать про то, что не используйте везде стримы бездумно. Яркий пример, когда, например, нам нужно отфильтровать ордеры по статусам. То есть есть список ордеров, есть список appropriate статусов. То есть что мы делаем? Мы берем, получаем стрим ордеров, фильтруем по ордеру. И вот заметьте, вот этот кусок кода, то есть я не факт, что его прочитаю так хорошо, как Коля, там предыдущий, но, кстати, у тебя хорошо получилось. Там тупо надо читать. Поприят статусы стрим any much статус, где статус equals order status. Ну, как-то так. Но лично для меня вот этот кусок кода, он просто ломает мозг. Хотя на самом деле проблема, которая здесь решается, это просто проверить, есть ли статус вот этого ордера в нашем вот этом сете. И тут, если мы вспомним, что в сете есть старый добрый метод contains, и вообще подумаем про мощь, как бы, структуру данных, то это все превращается в то, что order appropriate status contains статус этого ордера. Все, как бы. Не надо никаких, как бы, лишних стримов с лямбдами. Ну, то есть они просто рвут мозг. Причем, как бы, очень легко допустить ошибку в таком коде. Поэтому, опять-таки, мораль этой басни в том, что иногда, то есть старые добрые какие-то структуры данных, форы, ифы, там обычные, ну, обычные куски кода, как бы, лучше, чем изобретение каких-то хитроумных лямбды стримов. В этом опасность, потому что некоторые прививают вот этот так называемый стриминг-майнд, когда вы должны к любому, к любым данным относиться, как к стриму. И когда люди перестают думать и начинают полностью переключаться в однокой стриминг-майнд, то они перестают вспоминать о том, что на самом деле уже эти данные обернуты в какую-то структуру. И эта структура сама по себе является объектом. Мы остались в объектно-ориентированном более-менее языке. И там есть уже методы для работы с внутренностями этой структуры. И их надо тоже использовать. И не только стримом все едино. Давайте пробежимся перед сложными примерами. Пробежимся по примерам, которые просто не работают. И я надеюсь, что все знают, как это работает. То есть вот в данном случае, например, у нас есть стрим из парочки, из массива интов. И мы два раза вызываем на нем forEach. То есть вот у нас есть стрим, особенно если мы его вернули откуда-то, например, из метода. И мы один раз вызвали на нем forEach. Потом поменяли, например, этот array. И второй раз вызываем на нем forEach. И, понятное дело, в данном случае ничего не заработает. Аннотация bet. Мы получим illegal state exception с очень четким описанием проблемы. Это значит, что стрим одноразовый. Один раз использовали, и после этого вы его выбрасываете. И не пытайтесь применить его еще раз. Поэтому возвращать его из метода, наверное, стоит задуматься как бы в своем API. Потому что тем самым вы можете кого-то запутать, и он не будет знать, до этого был он использован, не был, и что там на нем уже сделано. И он его, скорее всего, использует и передаст дальше. И вот это опасно. Потому что когда он сделал на нем что-то, хотя казалось бы очень прикольный паттерн, да? Вы сделали какой-то базовый стрим, передали кому-то, он наложил на него фильтр, например, и передал дальше. Там на нем еще чего-то сделали и передали дальше. И вот такой вот chain of responsibility. Но как только кто-то ошибется и не знает о вашем чейне, и в какой-то точке завязает стрим, все рухнет. Поэтому задумайтесь, что стрим – это не очень хорошая штука, которую надо передать. Да, это еще один bad smell, который вы можете искать в своем коде. То есть стримы, так же как optional, они должны быть short-lived. Они созданы для того, чтобы решить какую-то проблему. Давайте вот такой тоже распространенный пример посмотрим. Да, то есть еще один распространенный пример – это о том, что если вы забудете про терминальную операцию, то ваш стрим тоже абсолютно ничего не сделает. Как в этом примере, на самом деле, здесь мы, скажем так, старались, пыхтели сделать какие-то действия над инстримом. То есть мы там хотели досчитать до пяти, потом бросить exception. Это такой чисто надуманный пример, но тем не менее. То есть на самом деле, если запустить пример, ничего не произойдет вообще. Потому что, опять-таки, стрим что-то делает, он лейзи. Он что-то делает только тогда, когда вы ему в конце скажете терминальную операцию. Тогда он начинает уже делать процессы. То есть до терминальной операции стрим ничего даже пальцем не ударит, чтобы что-то сделать. Ну и вот еще парочка примеров. Ну это буквально быстро. То есть парочка таких интересных примеров. Например, вот такой вот стрим, который делает вот такой iterate. Он на самом деле бесконечный. То есть, опять-таки, ну как бы всегда задумайтесь, то есть не наступите ли вы на такие грабли, что стрим будет бесконечным. То есть вот этот пример неожиданно уже абсолютно валидный. То есть чисто благодаря лимит 10. Потому что лимит 10 нам ограничит ровно 10 значений в этом iterate, и мы их потом выведем. То есть тут же стрим опять становится бесконечным. Потому что добавляется слово distinct. И стрим будет бесконечно пытаться вычислить distinct количество значений, и, соответственно, будет бесконечно бежать. Но если мы переставим местами лимит и динстинг, то это уже станет валидный кейс. То есть вот как бы такие синтетические примеры, но они показывают то, что нужно как бы аккуратно к этому относиться. Хотя это обычно такие fail-fast примеры, и вы сразу получите как бы ошибку, но тем не менее. И наши два последних примера, которые мы хотим показать, это использование специализированных стримов. То есть вот, например, у вас есть юзеры, и вы хотите узнать средний возраст. И вы говорите, ну отлично, замапим юзера get age, и дальше сделаем reduce. Используем функцию reduce. Для этого мы возьмем integer sum, метод reference. Начнем с нуля. Ну и вот таким вот образом у нас получится какой-то возраст. И, кстати, наверное, неправильный. Ну ладно. В чем тут проблема? Проблема в том, что когда вы используете map и get age, то вы остаетесь в объектном мире. То есть вы, несмотря на то, что у вас get age возвращает маленький int, вы переводите их всех в большие int, делая автобоксинг, и потом, соответственно, складываете это все назад. То есть это очень и очень неоптимально. В большинстве случаев ваш код до такой степени ужасен, что вам по барабану. Но, ну честно, это не самое ваше узкое место будет, но на самом деле вы должны понимать, что вы делаете зло. Потому что каждый раз, делая вот этот автобоксинг на больших, особенно на объемах, вы реально тратите время непонятно на что. И есть замечательная штука, это на стримах, есть специализированные стримы, вот в данном случае это map to int. И в данном случае вы уже открываете стрим интов, маленьких интов. Он специализированный. Если вы посмотрите, то в Java вынуждены, из-за того, что нету value-тайпов, нету некоторых других вещей, вынуждены дублировать некоторые конструкции для примитивов. Потому что примитив отличается от объектов. И в итоге есть что-то для объектов, и есть что-то для примитивов. Точно такое же. И вот знаете, что практически все конструкции, фанкшены, операторы и так далее, они все дублируются еще и для примитивов. Есть long function, int function и так далее. Ну и здесь ошибка. Никто не говорит, но такое. Мы нашли не average age, а суммарный age. То есть мы молодцы. Но тем не менее, как сказал Коля, иногда это как бы не худшее, что встречается. Это совершенно не худшее, да. Вот, если бы у нас был юнит-тест, и мы были бы хорошими разработчиками, мы бы никогда не допустили такой ошибки. Вот, ну и на самом деле давайте последний пример рассмотрим. Он более-менее сложный. Вот нам необходимо, он даже не влазит в экран, видите, большой. Нам необходимо найти эдиторов. И эдиторов мы хотим найти таким образом, что вот тут у нас на вход есть просто вот такой сет юзеров, а мы хотим вернуть мэпу, у которой вот здесь вот будет роль, имя роли. А вот здесь вот будут все юзеры, которые в этой роли находятся. И смотрите, в чем прикол весь. Мы говорим for each, наш любимый for each. Говорим ему, дай нам роли. Разворачиваем стрим ролей. На нем говорим фильтр. То есть мы уже как бы чуть более продвинуты. Мы не делаем еще один for each. Мы говорим фильтр. И фильтруем по пермиссиям. И потом мы делаем for each внутри. И почему я сейчас объясню, почему мы делаем for each? Потому что, заметьте, нам нужен одновременно юзер и роль. Если бы мы развернули сразу flat map, то мы бы получили только роль и уже не имели бы ссылку на юзера. И мы бы не могли юзера добавить в нашу внешнюю мапу. Ну и, соответственно, здесь такой код, который можно заменить на multiset, что написано абсолютно честно. Мы говорим, что если не было еще сета юзеров, создай его, запихни, ну и добавляем туда этого юзера. Но тут важный пример. Это то, что нам надо одновременно иметь роль и одновременно иметь юзера, который находится на разном уровне иерархии. Это проблема. В чем ее решение? Решение заключается в том, что мы открываем стрим, делаем flat map и переводим, ну берем роли и дальше фильтруем все точно так же. Но дальше мы делаем map роли на пару, то есть на tuple. Это многим может показаться странным, потому что мы создаем много лишних объектов. Ну то есть мы для каждой теперь пары роль юзер, мы создаем новый объект. Но это открывает для нас реально функциональный мир. То есть tuple это совершенно натуральный способ агрегировать информацию. И в данном случае мы просто говорим, окей, нам необходимо манипулировать парами. Пара роль юзер. Мы такие пары создаем. Tuple появятся в Java 9. На текущий момент их нету. Поэтому вы можете либо написать самостоятельно, либо взять из любой set party library. Но не берите вот этот entry, который я вам показывал из абстракт-мапа, потому что он реально выглядит очень ужасно. И таким образом в конце, смотрите, вы делаете collect, grouping by, берете key, name, pair, value, to set, и в итоге вы не делаете никакой внешней мапы, вы не создаете мапу руками. Вы используете сугубо stream API для того, чтобы получить на выходе тот результат, который вы хотите. Но внутри по производительности наверняка будет работать несколько медленнее, потому что вы создаете много промежуточных tuple. Но это ущербность того, что в языке не заложено понятие на уровне конструкции языка делать tuple. К сожалению, shit happens, но это гораздо более как бы stream-like approach. Вот, мы успели вам все показать. Давайте очень быстро выводы. Не используйте внешний state со своими стримами, не мешайте ваши стримы с императивным кодом. Да, то есть избегайте сложенных, вложенных стримов. И также используйте по максимуму существующие какие-то методы, классы, как стандартной Java библиотеки, так и существующих external библиотек, таких как Joel, StreamX. То есть помните, что многое уже написано за вас. И поэтому лучше re-use, чтобы ваш код был более красив. Ну и помните, что, к сожалению, к большому сожалению, как бы Java не была проста, почему-то не получается у людей взять и написать хороший или крутой Java код. На выходе получается у большинства какой-то код не очень или совсем ужасный. Поэтому для того, чтобы писать реально крутой Java код или хотя бы хороший Java код, надо немножечко образовываться, надо ковырять какие-то библиотечки, надо смотреть шире, надо смотреть на какие-то примеры, ходить на конференции, как вот вы сегодня пришли. То есть надо что-то делать, чтобы у вас получалось писать классный Java код. Спасибо. Это, наверное, все, что мы хотели рассказать. Если у вас есть вопросы или замечания, или комментарии, или ваши примеры, подходите, мы будем рады их услышать. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok